Мировая рыбалка Мировая рыбалка приглашает вас в очередное увлекательное путешествие по северо-восточному побережью Черного моря. Точнее, мы будем удаляться от него в сторону северо-западной части южного склона Кавказского хребта, чтобы ловить форели лосося в быстрых реках Абхазии в компании рыболовного гида, специализирующегося в этом регионе на спиннинговой ловле. С этой целью мы покидаем солнечное Черноморское побережье и устремляемся прямиком к горным хребтам, среди которых несут свои быстрые воды Бзыбь, Мчишта, да и другие не менее значимые реки Абхазии. Сейчас мы находимся на речке Мчишта. Речка небольшая, но в этом году много дождей. Река, как вы можете видеть, достаточно мутная, достаточно широкая. Тем не менее, постараемся поймать сегодня здесь рыбу. Я уверен, она здесь есть и уверен, что что-то у нас обязательно получится. Смотрите, будет интересно. За несколько дней, что мы провели в Абхазии, Олегу Ажару удалось собрать много интересных фактов и наблюдений, которые он сопоставил с предыдущими поездками, чтобы вывести ряд важнейших закономерностей, которые следует учитывать спиннингисту, отправляющемуся в эти края за форелью. Форель стоит не на самых быстрых струях. То есть форель ищут участки такие со средним медленным течением, чтобы на дне были крупные укрытия, чтобы была глубина где-то порядка полметра и более, то есть где мельче рыбы нет. Соответственно, как мы действовали? Мы ходили по реке и выискивали правильные места. После первых поимок я уже сделал какой-то анализ ситуации и выявил перспективные места, где может стоять рыба. И примерно в каждом третьем месте мы ловили форель. То есть тактика такова, нужно перемещаться много по реке. Мест таких не так много, как хотелось бы нам. То есть нет такого, что мы приехали на берег реки, вышли и сразу везде мы ловим рыбу. Нет, приходится побегать, поискать, но этот поиск вознаграждается. Вот мы прошли уже порядка километра, наверное, по речке Мчиште. Что за это время произошло? За это время у меня было три поклевки и два схода. Ни одной не поймал, но заметил последовательность такую. То, что вода очень высокая, прошли мощные дожди. Рыба там, где она должна стоять, то есть где-то на основной струе, за большими валунами, там ее практически невозможно ловить, потому что бешеный просто поток идет. Где у меня случились поклевки? Поклевки случились в прибрежной струе при наличии какой-то глубины, полметра и больше, и крупных укрытий. В одном месте это было большое бревно, в другом месте это были несколько крупных-крупных валунов. То есть проводил обстримную вертушечку, и из-под этих укрытий выходила форелька. То есть и визуально я ее видел, хотя вода, то есть почти, ну не знаю, полметра прозрачна, тем не менее рыба активно шла, провожала блесну, даже почти до меня, то есть до моих ног. И хватка происходила уже буквально в метре от меня. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы идем по реке и выбираем правильные места на основе того, где у меня уже произошли поклевки. То есть мы не бросаем хаотично по всей реке, а выискиваем именно какие-то замедления, где струя чуть-чуть слабее, чем в целом по реке, присутствуют камни или какие-то бревна, коряги. Вот одно из мест таких передо мной, хотя глубина здесь не очень большая, но я вижу, что несколько крупных камней лежат. Вполне вероятно, что может за ними стоять форель. Даже при наличии небольшого пула, порядка метра, не больше, если вы четко попадете приманкой в это место, хватка может последовать моментально. Поэтому начнем облов. Местные рыболовы ловят форель на удочку, используя в виде насадки червя или рачка, живущего под речными камнями. Это любимое лакомство форели в здешних водах. И спиннингист, обладая этими знаниями, должен уметь имитировать естественные кормы хищника с помощью искусственной силиконовой нимфы, насаженной на небольшую джиг-головку от 1 грамма и выше, ведя ее на снос и контролируя натяжение лески, не давая при этом слабину. Классическая джиговая проводка в два оборота пауза здесь не работает. Вам нужно забрасывать приманку вверх по течению и сплавлять ее по местам, где контакт с форелью наиболее вероятен. Кроме силиконовых нимф, в вашем арсенале должны быть и тонущие воблеры. Есть, 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 есть! Красавица ручьевая! Вот это очень красивого цвета, цвет такой прям яркий-яркий-яркий. Взяла на воблер. Почему поставила здесь воблер? Потому что очень-очень мощная струя. Мы пришли, прозрачная вода, и рыба в таком месте будет видеть, даже если она стоит на дне, а на дне полтора метра глубины по этому воблер, тонущий максимально быстро. Вот в таких местах он лучше всего работает за счет своих постоянных блесков и колебаний. Он может привлекать рыбу с какого-то расстояния. То есть это не обязательно прям должно быть воблер проходить рядом с рыбой. Она может за ним пойти, выйти метров с пяти, с семи. Если вода позволяет, прозрачность воды, то это происходит. Поэтому воблер. И буду продолжать на воблеры. Здесь у нас большое пространство, выход из ямы, ну, порядка 20 метров шириной. То есть рыба может стоять где угодно. Поэтому нужно по площадям пробивать такую акваторию. Давайте будем ее отпускать, эту красотку. Не будем ее мучить долго. Сегодня мы приехали на речку Хашупце с таким интересным названием абхазским. Речка небольшая. Сейчас вот даже она больше, чем обычно. Все-таки дожди дают о себе знать. Прозрачность вот здесь вот еще приемлемая. Мы проехали пару-тройку мест ниже по течению. Там вода более мутная. Видимо, какие-то небольшие ручьи и притоки они вносят мутную воду. Здесь вот поднялись уже, ну, можно сказать, верховьи реки от побережья километров 15-20. То есть горы рядом. Буквально вот где-то километров в двух от меня такие скалы, то, что уже снег лежит на кушках. Попробуем сегодня поймать здесь. Вода прозрачная. Мне это нравится. Я думаю, шансы неплохие. Так что будем пробовать, будем стараться. На той стороне, вот, если можете видеть, есть некоторый такой выход породы. То есть струя, идущая под дальним берегом, упирается в большую глыбу каменную. Происходит, как бы, слив на центр реки, и получается небольшая обраточка в углу, вот там, под дальним берегом. И еще я вижу, что там лежит крупный камень на дне. Я могу это расценить так, как стопроцентную точку, потому что вот за то время, пока мы походили здесь, по Хошупсе, и вот вчера были на другой речке, заметил, какую особенность. То есть вода сейчас очень высокая, и рыба не стоит на своих привычных местах. Я вот здесь бывал несколько раз, как бы, прохожу те места, где я ловил раньше, там рыбы нету, но ее там, в принципе, не может быть, потому что за счет того, что уровень реки очень большой, в тихих ямках, которые раньше были тихими, сейчас просто бешеный бурлящий поток. По сути, рыбе там неудобно находиться, то есть форель выбирает места все-таки с более медленным течением, если брать конкретную реку быстро. То есть если вот я ловлю где-то севернее Москвы, там Ленинградская область, речки там достаточно медленные, поэтому там, наоборот, выбираешь максимально быстрые струи. Здесь же все наоборот, река, в принципе, очень быстрая, и здесь нужно выбирать медленные струи. Поэтому для себя вот за эти два дня ловли, которые мы ловим здесь, в Абхазии, выбрал три критерия, которые мне должно было дать 100% место, где стоит рыба. Во-первых, это должна быть не очень быстрая струя. Во-вторых, должна быть приличная глубина относительно, то есть это не должно быть там 20 сантиметров, должно быть полметра, может быть, больше. И третье обязательное условие – это наличие крупных камней или коряк в этой точке. Если точка включает в себя все три фактора, то вероятность 80%, что там стоит рыба, и она клюнет. Если какого-то одного фактора не хватает, рыбы там нет. Я определил это так. Есть, ребята! Наконец-то, наконец-то, наконец-то! Вот она, красавица! Небольшая пеструшка. Неплохая форелька, я думаю, грамм 150. Здесь, конечно, есть крупнее, но начало положено, начало прекрасное. Вау, такая прекрасная рыба просто. Такая маленькая, но приносит невообразимое удовольствие. Все, ребята, пускаем ее, не будем мучить эту красавицу. Все, плыви, врасти большой. Побежала. Фу, ес! Мировая рыбалка. Есть! О, еще одна! Воу! Вот эта уже крупнее. Это уже интересней. О, какая! Ребята, это уже такая грамм 300. Красавица, пятнистая красавица. Пеструшка. Ручьевая форель. Такая достаточно светлая, но вот цвет форели, я заметил, речка от речки, он разный. Здесь, как можете увидеть, вода достаточно светлая, и камни белые. И, соответственно, рыба принимает цвет грунта, воды, чтобы быть более незаметной своей родной стихии. Поэтому достаточно светлая рыбка. Будем ее отпускать, не будем мучить. Все, давай, малышка, беги. Какой еще момент? Приманка в зоне ловли находится, ну, не более пяти секунд. Дальше ее уносит течением, и нет смысла продолжать проводку, просто ее выматываем. И вновь точно-точно посылаем приманку в нужное место. В район камня. Легкие твичи с паузами. Опять приманка вышла из струи, выматываем. Точнее, приманка вышла на струю, выматываем. Повторяем все вновь. И можно так стоять. Ну, у меня бывали случаи, когда происходила поклевка на 20-м забросе. Я уже хотел уходить, но потом следовал мощный удар. И причем вот самую свою крупную форель, где-то порядка килограмма вот в этой речке, я поймал именно долго-долго, стоя на такой ямке, выманивал рыбу. В итоге она все-таки не совладала с собой и атаковала приманку. Как можете увидеть, ловим мы твичингом, а-ля ловли окуня. Ну, в общем-то, что-то похожее здесь есть с твичингом каких-то некрупных окуней на маленькие воблерочки, на миножки. С той лишь разницей, то, что воблеры мы здесь используем тонущие. Если мы все-таки ловим окуня, как правило, это какая-то стоячая вода или медленное течение, там лучше всего работают суспендеры. Здесь же течение очень мощное. Рыба стоит около камней, то есть она всегда прижата ко дну. Глубина порядка метра, там чуть дальше, наверное, под два метра. Поэтому приманка должна заглубляться ко дну. При этом она не должна быть диповой, с большой лопатой, потому что тогда она будет дно рыть. Плюс тонущих обычных миношек с маленькой лопаткой в том, что их можно проводить в разном горизонте. Допустим, ловите вы, у вас глубина небольшая, поднимаем спиннинг кверху, проводим воблер достаточно высоко. Хотите опустить его еще чуть глубже, ближе ко дну, опускаем спиннинг, кончик спиннинга к воде, при этом даем чуть больше паузы, воблер уже идет у вас в придонном слое. Тем самым, используя тонущий воблер, всегда можно подобрать нужный горизонт проводки, в данной ловле это очень важно. И, как правило, вот здесь я сейчас воблером ловлю так, чтобы у меня воблер шел ну, сантиметров 10-15 над камнями. Иногда, то есть, когда появляются какие-то задевы о камне, я чуть поднимаю кончик спиннинга, воблер сразу идет чуть выше. И поэтому, вот за счет этих ударчиков о камне, я всегда контролирую свою проводку в придонном слое. Для этого, конечно же, немаловажный момент в том, чтобы был чувствительный спиннинг, потому что, если вы возьмете какую-то глухую палку, то эти все нюансы вы не сможете и прочувствовать, поэтому обязательно условие это чувствительный спиннинг и, пожалуй, плетеная леска. Потому что все-таки с монкой, хоть и распространена ловля форели на монолеску, данные нюансы при ловле воблерами будут мало заметны. И другой момент все-таки в том, что монка, она тянется, а в твичинге, как наверняка вы знаете, очень важна именно резкость рывка. Данное условие достигается исключительно с использованием плетеного шнура. КОНЕЦ КОНЕЦ Есть, 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 есть. Она уже клюнула вообще почти в ногах. Сейчас вот долго пробовала разные приманки, ставил воблеры, ставил блесны разнообразные, вертушки и колебалки. Вот все-таки на колебалку поймалась рыба. Некрупная ручьевочка. Сейчас мы ее отцепим. Оп, ну пусть бежит. Есть, 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 есть. На воблер. Вот это удивительно. Прокидал всю зону уже блеснами просто. То есть поставил воблер без особых надежд, но рыба клюнула. Очень интересно. Но, в общем-то, абсолютно рабочие приманки. Очень часто бывает то, что воблеры стреляют, а ничто другое не работает. Поэтому с собой всегда нужно иметь пару-тройку такого типа приманок. Небольшие миножки. 40-45 миллиметров длиной. Рыб подпустим. Давай, плыви, красавица. Побежала. Вся рыба, пойманная нами в Абхазии, сразу же выпускалась. И это еще одно важное условие, которому должны следовать все приезжающие в эти края рыболовы. И, может быть, тогда, по прошествии нескольких лет, в этих удивительно красивых местах появятся новые легенды и предания о поимке серьезных трофеев на горных реках Абхазии. Есть, 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 есть. О, хорошая рыба. Вот это поинтересней. Ого! Вот она красавица. Фу! Ой, ура, друзья! Ну, вот это уже, наверное, пока самое крупное из всех, которых мы поймали за эти дни. Ах, такая красота! Ну, по месту, что хочу сказать. Под дальним берегом проходит канава. Ну, я думаю, там метра полтора-два глубины. С плавным выходом на мель, где я стою. Все это дело сопровождается повсюду достаточно крупными камнями. Под этими камнями рыба и стоит. Рыба неактивная. Я вот уже сделал здесь порядка 30, наверное, проводок. И не было поклевки. Но вот в итоге все-таки я ее выманил, выдразнил. Очень часто такое бывает. Если вы видите, что место перспективное, не нужно, сделав пять забросов, не видя там активной рыбы, быстренько убегать дальше. Место заслуживает отдельного внимания. Его нужно четко-четко-четко прорабатывать. Елозить, елозить, как говорится. И вот, как видите, результат налицо. Прекрасная форельная. Обилие атмосферных осадков, круглый год выпадающих в горные местности, образует разветвленную речную сеть. Самыми крупными реками Абхазии являются Кадор и Бзыд. Каждая из них имеет протяженность более 100 километров. В Гагарском районе Абхазии протекает самая короткая река мира – Репруа. От истока до впадения в море длина ее составляет 18 метров при ширине до 35 метров. Особое место занимают гигантские ключи – ваклюзы, представляющие собой выходы лекарствовых гидрологических систем. Типичным мощным ваклюзом является исток прозрачной и многоводной реки Мчишта, которую мы посетили в самом начале программы. Сейчас же наш водный поход продолжается по не менее интересному горному водоему, на котором мы собираемся взять очередную форель. Вот прошел дождь у нас, нам пришлось его переждать. Какое-то время были в укрытии, так сказать, сидели, ждали, пока пройдет дождь. Вышли, вот уже минут 20 не было поклевок, а вот все-таки кое-что есть. Некрупная форелька, красивая такого цвета, с красными яркими точками. есть, 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 есть. А-а-а! Ну, а сегодня нас преследует вот некрупная форель после обеда, но хоть такая. И это, в общем-то, форель, что приятно в любом случае. Красивые пятна на ней, ярко-ярко-красные. Вообще, в этой реке очень красивая рыба. Я заметил то, что очень похоже на северную рыбу. Дно достаточно темное в целом, и рыба также принимает цвет дна, поэтому она чуть темнее, чем на других речках. Допустим, там, где мы ловили вчера на Хашупсе. Здесь более темная вся. Давай, плыви, расти. Тихо. Тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Хорошая! О, вот это рыба! Ребята, вот это вообще! Это рыба этой рыбалки просто. О, хорошая какая! Ух! Я сначала думал зацеп. Так всегда клюет крупная форель на быстром течении. Сначала вы чувствуете, просто, как будто у вас произошел зацеп, но потом, потом начинается битва с рыбой. О! Это царь! Это царь! Это просто какой-то монстр, ребят! О-о-о! Ничего себе! Я не могу ее сдвинуть с места, просто не могу сдвинуть с места. О! 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 Вот это да! Вот это да! Вот это просто! Я не пойму, это лосось или это радужная все-таки? Нет, по-моему, все-таки это радужная форель, которая здесь не коренной житель, а житель, которого сюда выпустили. Тем не менее, она, получается, живет в своих естественных условиях и вырастает вот до такого размера. Посмотрите, какой монстр! Я ее просто не могу взять даже, этого монстра! Силы! Силы просто какое-то нереальное количество. Так, надо брать, потому что сейчас она просто может сойти. Давайте к берегу пойдем. Мощность просто нереальная. Просто рыба-зверь. Мощность непередаваемая. А-а-а-а! Да! Да! Я не боюсь утопить свою катушку в очередной раз. Посмотрите, какая красота. У меня просто непередаваемые эмоции. Это мечта, можно сказать, жизни, поймать черноморского лосося. Это большая редкость. Это большая редкость. Посмотрите, какая она красивая. Это рыба. Ну что, ребят, этой рыбе мы дарим свободу. По-другому мы просто не можем поступить. Ну и в принципе нельзя. И такого красавца просто кощунственно будет забрать себе. Поэтому плыви. Расти большой. Фух. Я уверен, что он вырастет в три раза больше. Устала рыба, устала. Надо набраться сил. Сейчас наберется и пойдет. Все, пошел. Пошел. Поймав, отпустив редкий и тем более желанный для нас трофей, мы благодарим Абхазию за столь радушный рыболовный прием. Чем еще запомнится нам этот край? Прежде всего, своей сказочной красотой, а также легендами и преданиями, которые оживают здесь вместе с несущими свои воды горными реками. Здесь мы ловили форель, поймали уникального черноморского лосося. И все это показали вам в рамках проекта «Мировая рыбалка». Ну что, друзья, подходит к концу наше увлекательное путешествие по стране души, по горным рекам Абхазии. Много всего интересного произошло за эти несколько дней. Мы побывали на реках Мчишта, побывали на реке Хашапсе. Куда-то приезжали, где ловить не получалось, но в итоге не сдавались. Находили места, где есть прозрачная вода, где рыба активная, она клевала. Страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь, которая реально запала мне в сердце. Надеюсь, данная передача вам была интересна, вы для себя подчеркнули что-то новое и, возможно, даже захотели посетить эти дивные по красоте места, увидеть эту сказочную по красоте природу. На этом, пожалуй, я хотел бы с вами попрощаться. С вами была программа «Мировая рыбалка». Я Олег Ажар. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok